Добро пожаловать на канал Project S, и в этом видео мы поговорим на довольно занимательную тему. Правильная коллизия для ваших 3D-моделей в Source Engine. Поехали! Коллизия или модель столкновения – очень важная составляющая геймплея. Поэтому обозначим три важных пункта, которые могут портить игру. Первое. Если коллизии нет, то игрок или другие физические объекты будут проходить сквозь такую модель. Второе. Если у модели неправильная коллизия, то чаще всего она будет похожа на подарочную упаковку или коробку, где визуальные и тактильные составляющие совсем не будут похожи между собой. И напоследок третье. Если коллизия будет излишне детализирована, это сильно ударит по физической части движка. Говоря простым языком, возрастет ненужная нагрузка на ваш процессор. Особенно заметно это будет в том случае, если ваша модель сама по себе должна реагировать на гравитацию и столкновение с другими объектами. То есть всегда нужно искать золотую середину, где будет минимальное количество деталей, но не настолько, чтобы ощущать это в игре. Прежде чем мы перейдем к сторонним 3D-редакторам, поговорим еще раз немного о теории и практике создания коллизии в родном Valvehammer. Для того, чтобы получить правильную коллизию, нужно соблюсти три правила. Проиллюстрируем их на примере брашей. Первое и, пожалуй, самое главное – модель столкновения не должна состоять из одного целого объекта. Возьмем, к примеру, два примитива – цилиндр и арку. На первый взгляд они одинаковы, но между ними огромная разница. Мы можем выделить фрагмент арки и удалить его. После чего заметно, что объект не полый. Все части независимы друг от друга и являются целостными примитивами, в данном случае треугольниками. А что насчет цилиндра? А там все одно целое. А для сорса это значит, что и коллизия будет одним цельным объектом. Грубо говоря, коробкой. В то время как у арки каждый треугольный браш – это отдельный сустав коллизии. Продемонстрируем еще один пример правильной и неправильной коллизии. Размещаем два бокса примитива. Наша цель – разделить бокс на несколько частей и деформировать его. Сначала сделаем все по классике. В данном случае, если бы это была 3D-модель, то ее коллизия была бы идеальной. Ибо перед нами два фрагмента, независимых друг от друга объемных объекта. А теперь попробуем имитировать работу в 3D-редакторе. Когда с помощью операции сплит или экструд – выдавливание, якобы разрезаем модель на две части. Фактически, объект остается целостным. Мы просто добавили ему новые вертексы и линии. Но между двумя половинами бокса все равно пустота. А ее не должно быть. И вот такая конструкция, та же в Хаммере, не будет скомпилирована правильно. Переходим ко второму условию для правильной коллизии. Поставим бокс, после чего превратим две его плоскости в дисплейсмент. Как вы могли заметить, ненужные грани были удалены. Однако, если мы представим, что это 3D-модель, то все не так однозначно. Для того, чтобы у модели была коллизия, она должна состоять хотя бы из одного объемного примитива. То есть движок, хотим мы того или нет, будет воспринимать данный объект как треугольный браш. Даже если мы создаем простейшую коробку, то она состоять будет из треугольных полигонов. На Source, что с брашами, что с моделями, действует одна логика. Никаких плейнов. Фух. Перейдем к третьему обязательному условию для правильной коллизии. Здесь все просто. Все фрагменты коллизии должны иметь общую группу склаживания. Даже брашам ее можно задать. Следующим образом. Большую группе склаживания вы можете найти в нашем каком-то другом ролике. Ссылку на который вы можете сейчас наблюдать в верхнем правом углу экрана. Всем начинающим 3D-дизайнерам на Source я советую знакомиться с моделингом посредством Proper Компилятора, где браши конвертируются в MDL-модели. А также советую смотреть нашу серию уроков, посвященных Proper. Еще чуток задержимся в Хаммере и посмотрим на два допустимых костыля-альтернативы по созданию коллизии моделям, у которых по дефолту отсутствует модель столкновения. Это больше подойдет лентяям и людям, которые ну совсем ничего не смыслят в 3D-моделинге. Так что не нужно рассматривать данные методы как правильное решение. Нет. Первое. Имитация коллизии брашами. Здесь очень важно выбрать правильную текстуру. Например, если строить коллизию из нудра брашей, то они не будут пропускать сквозь себя свет, а значит, в лучшем случае ваша модель внезапно станет черной. Плюс к этому, ноудра будет создавать ненужные листья на карте, что только ударит по общей оптимизации. Идем дальше. У нас на выбор остается две текстуры – клип и инвизибл. В целом они схожи. Обе текстуры пропускают сквозь себя свет, блокируют игроков и NPC, но обе также пропускают сквозь себя пули. А клип к тому же еще может пропускать и физические объекты. Плюс к недостаткам клип он создает лишние листья. Что же делать, когда нам нужна идеальная коллизия, которая не будет ничего пропускать сквозь себя, даже пули, и при этом не станет резать листья? Решение очень простое. В библиотеке текстур выбираем любую стандартную текстуру с интересующим вас покрытием. Например, металл. Размещаем браш и обращаем его в entity – funcbrush, где переменный render mode нужно выставить no render. Теперь мы получили коллизию, которая еще и может принимать на себя пули с характерным звуком, а в данном случае попадание по металлу. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Fangbrush все же отъедает некоторые ресурсы при компиляции карты. Имейте это в виду. Да и к тому же, такая коллизия не будет оставлять следы пуль на себе. Пожалуй, можно сказать, что мы закончили говорить о выборе текстур для коллизии. Дальше у нас по списку второй костыль. Создание коллизии вспомогательным компилятором Proper. Ролики по которому вы можете найти на нашем канале. В чем суть метода? Разместить по центру координат готовую модель без коллизии, облепить ее брашами, которые будут использоваться как модель столкновения. Далее нужно обратить браши в единый объект Proper Model, где в качестве коллизии важно указать самих себя. Также стоит не забыть про тип материала. Обратите внимание на папку с исходниками модели. Обычно это диск C. Компилируем модель и проверяем ее работоспособность. Если все хорошо, переходим к следующему шагу. Нам необходимо декомпилировать исходную модель, у которой нет коллизии. Здесь помощником заслужит Гроупер. Готово. Теперь откроем QC файл исходной модели и свернем его. Переходим по пути исходников Proper. Находим там QC модель, созданный в Хаммере, и файл коллизии. Его нужно скопировать в папку с моделью без коллизии. После этого открываем второй QC файл и копируем следующие строки. Surface Probe, материал, из которого сделана коллизия. И Collision Model, коллизию. Вставляем в QC модели без коллизии. Сохраняем файл и просто компилируем модель через тот же Кроубер. Если вы сделали все верно, у модели должна появиться своя коллизия. Проблемы могут стать только неточные координаты коллизии относительно мешей. Здесь уже на глаз придется поправлять все. Ох, урок затянулся, а к 3D Max мы так и не перешли. Однако мы считаем, что многие вопросы по поводу коллизий уже закрыты. 3D Max и Волворм Разработчики мода Black Mesa подарили миру просто отличнейший пакет плагинов под названием Волворм. Он способен не только на работу с 3D моделями, но даже на маппинг внутри 3D Maxа. Но в этом уроке мы поговорим строго о коллизии. Первым делом вам нужно скачать Волворм с официального сайта и установить его по инструкции авторов. В нашем случае используется 3D Max 2019 года. Хочу настоятельно подметить, на сайте разработчиков можно найти несколько полезных видеоинструкций, которые я бы на вашем месте посмотрела, чтобы не возникало лишних вопросов. Итак, запускаем редактор и среди вкладок находим Волворм. Нас интересует всего один инструмент под названием Hull Helper. Кликаем по нему и прикрепляем у командной панели для удобства. Далее, на примере примитива Торус, попробуем создать коллизию. Для самых ленивых и для очень простых моделей существует такая штука как... Ээээ... такая штука как... Hierarchical Approximate Convix Decomposition Нужно лишь выделить модель и нажать Execute. После автоматического просчета мы получим нашего Франкенштейна. Но, замечу, такой способ редко создает коллизию нужной формы и нужной детализации. Так что мы последуем другим путем, работая ручками. Поднимемся выше. Для начала следует подготовить нашу модель. Продублировать мэши, чтобы не запороть основную геометрию. После этого переходим в Edit Poly и включаем режим редактирования полигонов. Вернемся к Hull Helper. Итак, в чем суть правильной коллизии? Все как и в Hammer было с Пропером. Каждый фрагмент должен быть отдельным элементом. Иначе мы получим вот что при попытке сгенерировать коллизию. Сплошной блок, коробка. Что нам точно не сгодится. Поэтому нам необходимо снова перейти в режим редактирования полигонов. И начать отделять каждый фрагмент от общей модели следующим образом. Выбираем стиль выделения LASSO. И после того, как выделили нужные полигоны, жмем D-Touch. Данная команда будет обращать выделенные полигоны в отдельный элемент-фрагмент модели и временно прятать его, чтобы мы видели, где уже работали, а где еще нет. Проделываем так, пока вся модель не будет разбита на нужные фрагменты. Когда все готово, жмем Unhide all и все вернется на место. И вот теперь, наконец, если мы жмякнем на Create Hall from Selection, то получим более-менее приемлемую коллизию. Замечу, степень детализации фрагментов можно указать вручную вот здесь. Это все, конечно, хорошо и на первый взгляд очень даже просто. Но мы еще не закончили. Рассмотрим несколько полезных опций. Первое. Мы можем сгенерировать простейшую сплошную коллизию вокруг 3D-модели, как это сделал бы Source, что мало когда может сгодиться. Дальше мы можем создать сплошную коллизию между выделенными элементами. Это бывает полезно, когда достаточно детализированную и разбитую на элементы модель нужно упростить. Также по этому принципу работает и автоматическая генерация, если мы разбили модель на элементы. Третья функция создает для каждого элемента свою коллизию. И четвертая, самая интересная. Здесь уже работа не с элементами, а непосредственно с полигонами. Плагин максимально детализированно будет пытаться соединить в объемный объект отмеченные группы полигонов. Еще стоит не забывать про потолок в количестве граней. С основами мы уже вроде как познакомились. Теперь создадим каждому элементу свою коллизию. А после все частички соединим в один объект кнопкой Merge Selected Hills. Грубо говоря, наша коллизия готова. Осталось ее экспортировать как отдельную SMD модель. Но прежде проверим, одна ли группа сглаживания у модели. Только в этом случае коллизия будет работать нормально. Если не одна, выставим. Или чтобы быстрее и удобнее, филхелперик кликаем на Process Hue. Все, экспортируем модель. Потом остается лишь вписать в кусе имя модели столкновения, как мы делали в случае с пропером. А Crowverse компилирует модель уже с полноценной коллизией. На этом мы должны попрощаться с вами. Благодарим за просмотр и подписывайтесь на канал. Для нас это важно. Удачи, тамодачи!